Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы вернулись на ферму к Дженнифер и Гарри, и в прошлой серии наша умница Палумна вместе со своей оранжевой ламой заняла первое место на ярмарке, с чем мы ее, конечно, поздравляем. Она вернулась домой достаточно поздно, она очень сильно устала, и сейчас она собирается пойти отдохнуть. Но перед тем, как она отправится отдыхать, ей нужно вернуть ламу в домик, потому что, как вы понимаете, лама до сих пор у нее в багаже. И я думаю, что лама тоже хотела бы немножко отдохнуть. И, кстати, я решила нашим ребятам в честь праздника сделать подарок. Я купила им телевизор! Наконец-то у них есть телевизор, они сейчас смогут сесть его посмотреть. Но вот, по-моему, у нас есть одна проблемка. По-моему, у нас сейчас отсутствует электричество. Поэтому мы должны проверить, все ли у нас тут работает, все ли у нас в порядке. И если мы с вами успеем, то мы, конечно же, посмотрим всякие новогодние передачи. И, кстати, где у нас находится наша Дженнифер? Потому что, Гарри, вижу. Вижу, где паломна, где находится Лили, а вот где находится наша Дженнифер, я что-то не вижу. Может быть, она отправилась отдыхать? Давайте посмотрим. А вот и наша Дженнифер! И, кстати, так как у нас сейчас есть достаточно много денег, ну, относительно достаточно много денег, у меня появилась одна идейка. Мы сегодня с вами кое-что изменим в нашем магазине. Но пока что я вам не буду спойлерить. Давайте посмотрим, как дела у наших ребят. Наша Лили немножко ошалевшая, но я вижу, что у нее все в порядке с бодростью. Поэтому я бы хотела посмотреть, что у нее по домашнему заданию. Она его не сделала, поэтому будь добра, сделай домашнее задание. И, кстати, мы с вами можем повесить новую ленточку. Слушайте, а давайте вот эту ленточку, раз ее все-таки заслужила наша паломна, она же у нас все-таки умничка, давайте мы повесим у ее... Давайте вот здесь, у кровати. Вот здесь у нее будет висеть, это ее первая ленточка, это ее первая награда. И я считаю, что она должна быть именно у нее в комнате. Так, надо вернуть ламу. Возвращаем нашу ламу. Я хочу посмотреть, как дела у Гарри. Судя по всему, он очень сильно устал. Видите, у нас нет электричества. Слушай, а у нас тут все работает. Улучшить. Я думаю, что, может быть, мы не можем улучшить. У нас нет деталей. Серьезно. Тогда нам нужно будет, конечно, с вами делать различные ремонты, чтобы у нас появлялось больше деталек. Но пока что, как видите, мы это сделать не можем. Нам, кстати, желательно бы еще и вот эти вот эко-детальки делать. Но пока что мы их тоже не можем сделать. Но ничего страшного, успеем. Ты идешь отдыхать не туда, это не та кровать. Пожалуйста, поднимай все наверх. И мы с тобой идем вот сюда. Ну а Дженнифер. Я вижу, что у нее настроение тоже, в принципе, более-менее неплохое. Давайте посмотрим. У нас тут может быть какая-то испорченная еда. Нужно ее обязательно выбросить. Где наша Палумна? Палумна отправляет. Слушайте, у нас уточки. У нас тут уточки до сих пор крякают. А спать кто будет? Что такое, моя хорошая? Так хочется сейчас... Что, 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 что? Давай посмотрим. Уровень счастья низкий, гигиены. Между прочим, почему-то корову удавалось помыть только нашей... Стой, 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 куда? Ну вот, она уходит. Только почему-то Палумна действительно находит общий язык с животными. Хорошо. Отправляйся тогда отдыхать, потому что ты сейчас, по-моему, даже наверх не поднимаешься. А ты упадешь, то ты уснешь. Мы с вами должны посмотреть... А, ты хочешь пойти покушать? Я хотела посмотреть, как дела у Лили. Может быть, ей стоит все-таки как-то помочь сейчас Дженнифер с нашими домашними делами. Кстати, а как тут у нас с нашим садиком? Давайте, нам нужно все сейчас прополоть. Поливать нужно, не нужно? Нет, вроде бы не нужно. Я хочу на следующий день, конечно, отправиться в магазин. У нас все-таки, между прочим, воскресенье. Я думаю, что Лили согласится тоже отправиться вместе с Дженнифер. Что ты хочешь? Просить совета. Кстати, давайте посмотрим. У нас с вами не хватает одной вещи, которую я хочу сегодня попробовать использовать в нашем магазине. Поэтому, давайте мы сейчас с вами перейдем в режим строительства. И я кое-что куплю для нашей Лили. Я вам говорила о том, что наш магазин будет увеличиваться. И в нашем заведении будет и магазин, будет пекарня. А еще я хочу там построить небольшую сцену. Мне кажется, должно получиться очень даже интересно. Тем более, что я думаю, нашей Лили понравится играть на гитаре. Поэтому давайте вот здесь разместим гитару за 600 символионов. И я хочу, чтобы Лили сейчас немного потренировалась. Надеюсь, ей понравится играть на гитаре. Мне кажется, что если она будет выступать, например, у нас в пекарне. Мы там потом добавим еще несколько столиков. То есть, у нас будет не просто пекарня. А, допустим, у нас еще будет небольшое такое вот заведение, где люди могут купить что-нибудь вкусненькое и послушать музыку. Я думаю, что Лили могла бы там выступать. Согласитесь. Это еще один дополнительный заработок. У нас, конечно, осталось 15 символионов. Но в нашем магазине есть 2600. То есть, как раз того хватит, чтобы немножечко расширить наш магазин. И заодно мы с вами сможем... Что такое? Кто на тебя уже напал? И заодно мы там с вами сможем разместить небольшую сцену. Сейчас они немножко поговорят. Я вижу, что у нее, конечно, настроение такое себе. Кстати, давайте попробуем загадать себе какие-то цели. Придумать цели, упражняться в пении. Вот, кстати, упражняться в пении. Я думаю, что ей понравится петь, играть на гитаре, придумать цель. Я думаю, что для нашей Лили мы лучше выберем цель. Вторая половинка, ну, не знаю. Жизненная цель, не знаю. Вот, мне кажется, навык. Давайте мы выберем навык у нашей Дженнифер. Давайте тоже посмотрим, какие есть цели, какие есть варианты. Значит, придумать цель, получить повышение. У нее нет работы, хотя я бы не сказала, что у нее нет работы. Написать книгу, уровень навыка. А у нее не так уж много. Жизненная цель. Ну, давайте тоже, наверное, выберем навык, потому что у нас других интересных целей нет. Между прочим, она хочет что-то сейчас украсить. А где наши украшения? Вот, наши украшения. Давайте мы повесим украшения. Пускай у нас здесь будут вот эти вот фонарики висеть. Я не знаю, кем хочу стать. Выбери, что тебе нравится. Вот, мы скажем Лилии, что ты должна делать то, что тебе нравится. И тогда у тебя все будет окей. Ну что, цель поставлена. Это просто прекрасно. Ты сейчас, пожалуйста, пойди немножко поиграй на гитаре. Только сначала съешь этот тортик. Ребята, она не хочет кушать тортик. Ну, не хочешь как хочешь. Но нам придется тогда его выбросить. И сейчас пойди учись играть на гитаре. Посмотрим, как дела у Дженнифер. Слушайте, она уже успела устать. Она уже успела устать. Я хочу пойти убрать белье. И, наверное, нужно устроить еще одну стирку. Потому что, вы видите, у нас тут очень, очень много грязного белья. С ним надо что-то делать. Мы пока что, как вы видите, не успеваем и все постирать, и все развесить. И да, конечно, очень жаль, что у нас проблемы с электричеством. То есть, нам нужно будет с вами подобавлять еще, наверное... Давайте глянем. У нас есть вообще место, где что добавлять? Ну, в принципе, да. У нас дофига и трошки места. То есть, мы можем и здесь добавить, например, солнечные панели. Хотя, я так понимаю, что более эффективны все-таки вот эти вот турбины. Вы только посмотрите, кого возле курятника сегодня днем встретила наша палумна. Она проснулась достаточно рано, уже успела поубирать у коровки и затем отправилась к курятнику. А возле курятника ее ждала пугала заплатка. Как вы помните, когда палумна была маленькая, она достаточно много времени проводила возле заплатки. Пыталась узнать, кто это такой. И, как вы видите, сейчас у нас появилась возможность познакомиться поближе. Давайте немножечко поговорим с заплаткой. Может быть, заплатка станет нашим хорошим другом. Ну и затем нам нужно накормить курочек. Но у нас есть одна проблема, ребят. У нас остался один симолеон. Поэтому нам нужно, ну, хотя бы симолеонов 500, наверное, перевести на наш счет. Потому что один симолеон как-то уж очень-очень мало. Мы должны рассыпать корм. И, кстати, давайте посмотрим. Если я не ошибаюсь, то в субботу у нас будет ярмарка кур. То есть нам с вами нужно будет подготовить курочку. И, кстати, у нас с вами есть радужное лакомство. И, может быть, нам с вами попробовать курочку, которая у нас будет выступать, накормить этим лакомством? Мне кажется, что идея очень даже интересная. Кстати, у нас грибочки созрели. Ух ты, ребят, у нас достаточно много грибов. Но вот только, к сожалению, грибы нам не приносят много денег. И, кстати, у нас уже весна наконец-то наступила. Смотрите, какая красота. Я, кстати, хочу посадить несколько деревьев, чтобы у нас здесь, может быть, что-то росло. Здесь что-то росло. К нам пугало прям домой зашло. Я бы хотела все-таки немножко еще с пугалом поговорить. Подожди, подожди. Заплатка. Подожди. Жаловаться на проблемы? Нет, давай пока не будем. Я хочу провести светскую беседу. Поговорим сейчас о птичках, о курочках. Так, что у нас есть еще? Жаловаться. Ну, не хочу жаловаться. Давайте про солнечную погоду поговорим. Наконец-то весна наступила. И я надеюсь, что теперь у нас будет больше урожая. Нам нужно больше урожая. Как дела у Дженнифер? Дженнифер что-то готовит. И я надеюсь, что нам хватит сейчас запасов электричества. Потому что не хотелось бы, конечно, чтобы они очень быстро закончились. Чем занимается Лили? Лили, кстати, тоже нужно пойти покушать. Поэтому сядь, пожалуйста, здесь. Она опять играется с глиной. Почему всем нужна эта глина? Слушай, может быть, ты пока что чем-то перекусишь? Давайте посмотрим. Есть чем у нас перекусить? Заказать доставку. Вот видите? Вот видите? У нас действительно практически пустой холодильник. Выброси, пожалуйста. Ребята, холодильник потом! Холодильник потом нужно потушить! Ребята, нужно... В смысле потушить нельзя? Сначала потушите себя. Так туши себя! Туши себя! Мне нравится. Сначала нужно себя. Правильно, туши. Встала теперь. Потушите. Пожалуйста, завтрак. Ох, как ты заорал! Фух, ребята. Наш завтрак пропал, к сожалению. Заменить мы даже замен... А почему мы не можем заменить? 600. А, плита используется, и мы не можем ее заменить. А где этот завтрак? Где завтрак? Алло! Кто из вас завтрак? А, уже можно заменить. Ах, ребята. Обидно! Прямо очень обидно! Пожалуйста, пойди, прими душ. Думаю, все-таки лучше сейчас заказать доставку. У нас есть 200... Нет, ну 200 миллионов маловато, ребят. Маловато! Давайте хотя бы еще 500 переведем. Не хватит нам с вами. Давай теперь посмотрим, что мы с тобой можем заказать. Заказать доставку, заказать доставку еды, доставку продуктов. У нас, по-моему, есть мясо, у нас есть сыр. Нам нужен хлеб. Срочно! Хлеб. Берем с вами, ну, наверное, 5 буханок. Я надеюсь, что нам хватит. Яблоко. Давайте яблочко еще возьмем. Яйца. Ну, яйца у нас тоже есть. Сыр. Давайте 2 штучки, хай будет. Почку бонса нет. Слушайте, 191 миллион. Почему так дорого? Это слишком дорого. Возьмем морковочку. Еще бы я хотела взять картошку. Блин, ну и цены. Ну и цены здесь. Грибы у нас есть, если что, на грядке. Один болгарский перец. Ну и, в принципе, кстати, да. Сахар и мука. Сахар и мука. Покупаем. И теперь давайте будем ждать доставку. А что нам еще делать, ребята? Пока Гарри и Палумна ждут доставку, Дженнифер вместе с Лили отправились в магазин. Давайте посмотрим, что у нас вообще выставлено на продажу. Потому что у меня такое ощущение, что у нас еще есть очень много различных предметов. И я думаю, что на них мы с вами сможем сегодня заработать. Ну, как минимум, я вижу, что у нас есть два мольберта. Давай-ка мы с тобой включим все этикетки. О, ребята, у нас еще вот эти вот шикарные стулья. И я вижу, что больше у нас ничего нет. Давай-ка мы с тобой будем открывать магазин. А вот наша Лили сейчас должна сходить в туалет. И затем будет учиться играть на гитаре. К сожалению, как вы знаете, она не сможет сразу же выступать. Но я думаю, что через несколько часиков она сможет подтянуть свои навыки. И сможет попробовать сыграть какую-нибудь песню. Я думаю, что нам нужно будет трошки расшириться. Что это такое? Ребята, у нас как бы... Это что с раковиной? Подождите! А почему здесь у нас течет вода? Подождите, раковина вот эта сломалась. Но вода течет почему-то вот сюда. Так, надо попросить, чтобы наша Дженнифер быстренько, 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 быстренько здесь все починила. Чини, пожалуйста. Чини, я тебя очень прошу. У нас здесь еще достаточно много предметов выставлено. Кстати, хотелось бы, конечно... А ты зажечь не можешь? Дженнифер боится огня, видите? Она зажечь не может. Но я думаю, что зажечь сможет наша Лили. Но нам желательно здесь разместить, конечно, какой-нибудь камень. Поэтому мы это с вами сделаем трошки позже. А вот нашу Лили мы сейчас отправим, конечно, играть на гитаре. Давайте мы ее попросим, знаете, куда пройти поиграть? Вот сюда. Да, у нас здесь небольшая спаленка, и я думаю, что это как раз идеальное место для того, чтобы трошки попрактиковаться. Гитара же у нас с собой. Фух, я взяла гитару. Я уже перепугалась, что я забыла взять гитару. Все, ты молодец, моя хорошая. Давай посмотрим... Так, давай-ка мы с тобой посмотрим, что у нас тут за кучки. Эти кучки надо поубирать, ухаживать. Вырвать, конечно! Зачем у нас тут эти кучки? Что, тебе не нравится? Это супер напиток. Шипучка, возбуждение! Купи шипучку, тебе она понравится. Тебе она точно должна понравиться. Дилан, ну не надо так тереться вокруг наших покупателей. Просто предложи купить шипучку, и все. А может не надо вот это вот все пополнять? Ты же не будешь пополнять? Надеюсь, что нет, потому что цветами у нас занимается Дженнифер. Кстати, нужно убрать табличку. Нужно убрать табличку. И затем, я думаю, что мы попросим нашу Дженнифер что-нибудь приготовить. Добавить ингредиенты. А что у нас вообще есть? У нас есть яблоко. И, по-моему, больше все. Создать композицию. А что у нас, кстати, по композициям? У нас были с собой какие-то растения, но... Дюжина белых роз. Оранжевых, красных, розовых. Может, что-то подороже есть? Скажите, что есть что-то подороже. Блин, у нас ничего нет подороже. Хорошо, давай-ка мы с тобой тогда сделаем дюжину белых роз. Все, прекрасно. Лили пошла отдыхать. Класс! Я попросила ее подняться, она пошла отдыхать. Вместо того, чтобы пойти поучиться поиграть на гитаре. Ну что, моя хорошая, давай приступай. А, ты все-таки здесь будешь учиться. Ну, ладно. Можешь, кстати, здесь действительно поиграть. Она решила на балконе поиграть, ребят. Так мы сейчас можем собрать толпу поклонников. Учись играть. О, кстати, видимо, однокурсник нашей Лили тоже решил прийти к нам в магазин. Как у тебя дела? Ты все мусор выбрасываешь. Давай выбрасывай. Я надеюсь, что мы с вами сегодня еще успеем, может, что-то приготовить. Потому что еда у нас, конечно, здесь есть. Но что-то могло уже испортиться. А нам же это с вами не нужно. Может быть, нам цель достигнута. Молодец. Кстати, у Лили получается уже второй уровень. Правильно? Да. Супер. Еще трошки, и у нас будет третий уровень. Все, ты поубирала? Все. Иди, давай убирай вот эти вот все цветочки. Мне нравится, они все стали возле вот этих вот стульев и возле фотографий. Ну, хоть что-то бы купили. У нас же не так много стоят вот эти... А-а-а, друзья мои, видите? Он все-таки выставляет. Мне не нравится, что Дилан ходит и все время пополняет товар. Давай дадим задание отвечать. Вот, иди, отвечай на вопросы. А то стоит себе возле полочки, потом вдруг бац, разворачивается, и все. И он уже все пополнил. Нет уж. Пожалуйста, отвечай на вопросы. Видите, у нас столько покупателей. Им нужно помочь, подсказать, где что у нас есть. А ты давай дальше, иди учись играть на гитаре. Кстати, будет очень круто, если она у нас станет местным музыкантом. Будет играть, выступать где-то в заведениях. Мне кажется, это будет очень, кстати, даже круто. Ну что, как там твой букетик? Над букетиком мы работаем, но что-то пока тут нет покупателей. Они тут просто стоят разговаривать. Такое ощущение, что к нам пришла толпа зевак такая. О, ребят, тут тепло в магазине. На улице прохладно. Давайте потусим в магазине, поболтаем немножко. А покупать, да не, мы еще не будем покупать. Зачем нам что-то нужно? Ну что? Ты будешь покупать шипучку, или ты хочешь сразу мольберт? Если ты купишь мольберт, это вообще будет бимба. Мне хватит денег тогда и первый этаж расширить, и второй. Нет. Он купил только почку бонсай, оказывается, ребят. Он купил почку бонсай за 300, честно говоря. Ой-ой-ой, ребята. У нас, видимо, букет хотят купить. Пожалуйста, иди. Иди быстрее. Здрасте. Тот букетик я сделала только что. Вы хотите этот букетик себе купить? Слушайте, у них как-то, знаете, очень странно всегда эти покупки происходят. То есть сначала они стоят, трындят, 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 трындят. А затем такие, ооо, мы же в магазине. Вот складывается впечатление, что они вспоминают, что они пришли в магазин. Такие, ладно, куплю. 290. Между прочим, ребята. Между прочим, 290. Очень даже неплохой вариант. Ну что, мы с вами переходим в режим строительства. И нам сейчас нужно добавить сцену. Поднимаемся наверх. У нас есть 2000 символионов. Я вот думаю, где бы нам добавить эту сцену? Здесь, я думаю, что мы добавлять ничего не будем. Я бы хотела, конечно, расшириться трошечки. Но я боюсь, что мы это пока что сделать не можем. Давай вот так вот развернем. Тут пройти, в принципе, может быть и можно, а может быть и нет. Вот так поставим столики. Я вот думаю, может быть нам... Давайте в углу, слушайте, у меня появилась идейка. А давайте мы с вами в углу разместим вот этот камин. Он у нас не будет в центре, а именно что в уголочке. Тем более, что он не очень большой. Я думаю, что смотреться будет очень даже уютненько. Значит, тебя мы разворачиваем. Возьмем, наверное, покрытие. Давайте возьмем какой-то камень. А у нас тут есть... Да, вот такой вот камешек возьмем. Обои. Здесь у нас будет камень. И, наверное, на пол нам нужен камень. Потому что я вам уже говорила, что у нас будет потом проблема с возгоранием. Камень, камень, камень. Какой возьмем? Давайте вот такой вот камень. А сейчас вот с этой стороны мы можем разместить, например, небольшую сцену. Потом, когда у нас будет еще больше денег, мы расширимся. Но сцена, по-моему, стоит достаточно дорого. И просто мне не хватит сейчас на ремонт. Сцена, сцена, сцена. Мы можем с вами разместить вот эту 450. Слушайте, давайте посмотрим. Может, я могу расшириться. Может, я смогу вот этот вот этаж чуть-чуть. Раз. Потом здесь у нас скамеечка. Ты иди сюда. Два. Ну, а теперь нам нужно с вами и тут трошки сюда проехать. Вот. И тут... О, кухня теперь у нас хоть будет нормальная. Во, бимба. Ребята, просто бимба. Здесь у нас будет вот так же. И тогда мы с вами лестницу переставляем вот сюда. Раз. И два. Прекрасно. И теперь вот это мы уберем. Понимаете, у нас тут так узко было. То есть, согласитесь. Там симы не могут пройти тут. А теперь уже норм. А теперь уже все прекрасно. Так, теперь мне нужна сцена. Значит, сцена, сцена, сцена. Мы с вами возьмем... У нас есть такой вариант. 800. 800. Жабка трошки жим-жим. Совсем трошки. Давайте возьмем пока что попроще сцену. Вот у нас есть такая вот зелененькая. Разместим ее вот здесь. И я надеюсь, она же сможет подойти к этой сцене. Ну, надеюсь, что да. Либо мы, кстати, можем раз и вот так вот, кстати, поставить вот эти вот стульчики. Давайте посмотрим вообще, будет ли наша Лили здесь играть, выступать. Выступать ты не можешь. А, четвертый уровень. Все. Ребят, я почему-то думала, что на третьем. Поэтому нам нужно будет Лили еще попросить потренироваться. Ну, здесь, видите, у нас появилось гораздо больше места. Так, а что ты хочешь купить? Ребят, как думаете, что хочет купить Лукас? Я надеюсь, что он хочет купить себе мольберт. Ему нужен этот мольберт. Вот сто процентов. А нам тогда придется Лили разбудить, пускай она все-таки займется игрой на гитаре. Я очень хочу, чтобы она сегодня, вот видите, сыграть песню. А ну-ка иди сюда, моя хорошая. А ну иди сюда. Давай мы с тобой попробуем, может быть, петь песню, петь песни. Давайте попробуем учиться и посмотрим, обратят на нас внимание вообще вот эти вот все посетители или нет? Тебе здесь мало места? Хорошо, поиграй прямо здесь. Все будут в восторге. А где наш маленький покупатель? Вот. Небось опять хочет почку бонсай, да? Ребят, у нас почки бонсай расходятся на ура. Нам нужно больше почек бонсай, я так понимаю. Ну что, ребят, Лили можно поздравить. Наконец-то она прокачалась до четвертого уровня. И сейчас она сможет попробовать выступить в нашем заведении. Как думаете, нашим посетителям понравится? Надеюсь, что понравится. Кстати, у нас купили еще почки бонсай. И я думаю, что мы сейчас попросим нашу Дженнифер, раз у нее так неплохо получается делать различные букетики. Пускай сделает еще один букетик. Так, давайте посмотрим. Может быть, у нас что-то еще купить хотят? Пожалуйста. Купите у нас что-нибудь еще. У нас уже майонез купили, фрукты купили. Купите у нас, пожалуйста, может быть, мольберт. Вам понравится? Вам 100% понравится. Значит, мы с тобой сейчас будем создавать композиции. Что у нас есть из композиции? Композиции к композиции. Раз у нас покупают розочки, то я думаю, что мы можем с вами... А что, у нас все розочек? Нет, есть. Есть белые, хочу все-таки оранжевые розы. Давай перейдем к Лили. Люди, мы тут выступаем. У нас, как вы видите, здесь не только кафешка, пекарня и магазин, а еще здесь у нас концерт. Вам нравится, как выступает наша Лили? Слушайте, ну кто-то слушает вроде как, кто-то даже смотрит, как она выступает. И тем более, согласитесь, играет она очень даже неплохо. Она прокачалась достаточно быстро. И я думаю, что, в принципе, через пару дней у нее будут очень-очень даже неплохие успехи. Но нам желательно, конечно, с вами расшириться. Ой-ой-ой, ребят, у нас кто-то что-то хочет купить. Все, бежим. Бежим обслуживать. Какой выбор. Наконец-то. И сейчас, знаете, вот небось как пипка купит какую-то дешевку. Вот, скорее всего, сейчас купит какие-нибудь печеные фрукты за 18 символионов. Нет, чтобы купить вот мольберт. Ну, посмотрите, какой красивый мольберт. Да, он трошки зарисован, ну, там ляпка, тут ляпка, ну, ничего страшного. Зато он эксклюзивный и уникальный. Это самый лучший мольберт. Да ладно, у нас еще что-то хотят купить. А что ты у нас покупать будешь? Как думаете, что он у нас купит? А это кто к нам пришел? Ты кто такой? Трэвис Фостер. И ты любишь общаться. Слушайте, какой интересный Трэвис. Хм, может быть, с ним стоит познакомиться поближе. 46. Печенье с арахисовым маслом. Нет, ну, я понимаю, что печенье, скорее всего... О, ребят, наконец-то у нас хотят стул купить. Как думаете? Сколько нам сейчас заплатят? А что у нас, кстати, по денежкам? 2129. Это значит, что мы сможем еще трошечки вот тут расшириться, трошки там. И вообще будет бимба. Получен навык предпринимателя. Лили, молодец. Лили, ты просто умница. Я вам говорю, ей точно понравится выступать. И я думаю, что мы будем выступать не только здесь. Может быть, мы будем и в других местах с вами выступать. Можно было бы, например, кстати, на ярмарке. А почему бы и нет? А почему бы нам и не выступить на ярмарке? Как думаете, сколько заплатят? 3 600, ребята! 3 600 за стул! Это же просто бимба! Так, пойдем с тобой быстро возобновлять оранжевые розы. А мы с вами доделаем сейчас ремонт в нашей кафешке. Значит, мы с вами поднимаемся еще сюда. Стоп, мы тут не расширились, правильно? Или расширились? Нет, мы здесь вроде не расширились. Значит, раз, два. Здесь, кстати, можно будет добавить еще ряды. Это будет, кстати, очень даже здорово. Так, здесь у нас дверь. Тут, видите, полным-полно места. Можно будет, кстати, здесь поставить несколько холодильников. И, знаете так, зазывать наших покупателей. Так, поехали. Раз. Поехали. Два. И сейчас мы с вами сможем хотя бы нормальную сцену здесь разместить. Придется тебя тогда сюда трошечки. Значит, мы с вами убираем вот эту стенку. Поехали сюда. Нам пришлось прервать немножечко выступление. Мне кажется, мы лучше вот здесь разместим нашу сцену. Кстати, ребят, у меня появилась идея. Так, убираем здесь. Убираем там. И мы сейчас здесь, наверное, добавим платформу. Это же все-таки у нас сцена. Здесь же у нас выступление. Так, поднимаем наверх. Раз. И тогда мы с вами, наверное, добавим... Блин, у нас пропала одна штор. Так, размещаем тебя здесь. Я хочу, наверное, выбрать какое-то другое здесь покрытие. Давайте посмотрим, что у нас вообще тут есть. Покрытие, покрытие, покрытие. Ну что, ребят, теперь в нашем заведении есть вот такая вот сцена. Я предлагаю повесить, может быть, какую-то неоновую надпись на задний фон. Давайте посмотрим, что у нас есть такое вот симпатичное. Здесь можно было бы повесить еще плакаты. Так, где у нас... Нет, ну это мы с вами точно вешать не будем. Это тоже вряд ли подойдет. Нет, рыбки я тоже не хочу добавлять. Где у нас есть всякие крутые неоновые штуки? Можно вот эту повесить, можно вот эту, а можно вот этот вот. Огонь бимба! Так что, где бы тебя разместить? Давай трошки ниже. Ну, вот так, например. Все. Прекрасно. Перфект. Только чуть... Вот сюда. Значит, здесь давайте посмотрим, что мы можем разместить. Можно, конечно, еще какой-то неоновый. Кстати, может быть, нам повесить вот такую вот вывеску? Например, вот здесь. У нас же все-таки здесь пекарня, почему бы и нет? А это у нас что такое? Мистер Кекос! Мистер Кекос! Давайте Мистера Кекоса где-то тоже разместим. Ну, здесь не знаю. Давайте Мистер Кекос у нас будет внизу, точно. Чтобы посетители знали, где у нас можно купить всякие вкусняшки. Только вот куда повесить Мистера Кекоса? Давайте вот здесь разместим Мистера Кекоса. Кстати, я трошечки поменяла здесь стенку, поменяла покрытие. Ну и, как видите, у нас стал наш магазин достаточно большим. То есть здесь можно будет добавить еще несколько полок. Что у нас есть симпатичное? Это я вешать точно не хочу. Скульптура. Да нет, она сюда не впишется. Хотя можно было бы, конечно. Слушайте, а может быть, вот такие вот картины здесь поставим? Ну, будем считать, что их собирались повесить и до сих пор еще не успели повесить. И тут чего-то не хватает. Вот тоже не хватает какой-то надписи, может быть. Кстати, а может быть, вот такие вот сердечки взять? А ну, давай посмотрим. А сердечки здесь теряются. Ну, вот можно здесь, например. Вот такие вот радужные сердечки. Мне кажется, что выглядит очень даже симпатично. Посмотрим, будет ли удобно нашей Лилии здесь выступать. Может быть, здесь в уголочке что-то поставим. Но пока что без проверки я это делать не хочу. У нас теперь камин будет находиться здесь. Я решила его перенести, потому что там в углу он как-то, ну, терялся. Мне кажется, что лучше его здесь разместить. А здесь мы с вами должны добавить обязательно пол. Камень. Как-как-как-камень. Каменный пол. Ну, вот так придется. Либо же не так, а мы с вами можем, значит, берем пол. Раз, два. Ну, и давайте, наверное, красиво попытаемся вот выделить вот эту зону. Ну, и тогда давайте добавим дровишки. И давайте тогда добавим щипцы. Так, где у нас это все находится? Вот когда тебе не нужно, ты постоянно это находишь. А когда нужно, так фиг найдешь. Так, здесь у нас будут щипцы. Я хочу повесить еще несколько плакатиков. Давай посмотрим. У нас тут есть всякие афиши. Будем считать, что, может быть, у нас здесь вешают, когда какая ярмарка будет проходить. Плакатики я нашла. Теперь предлагаю окна немножко переместить. Вообще, я бы выбрала какие-то другие окна. Но пускай, ладно, будут пока что вот эти. Может быть, мы потом поменяем вообще все окна, двери. И хочется, конечно, чтобы наш магазинчик нравился всем посетителям. Вот так вроде бы ровно. Ну, вроде бы почти более-менее ровно. Только надо трошки в эту сторону отъехать. Все? Нормас? Нормас. Так, внизу тогда нам тоже нужно передвинуть окно. Раз и два. Слушайте, мне кажется, или эти выше, а те ниже находятся. Вот. Так, уже нормально. И эти надо тогда поднять. Поднимаем, поднимаем. Здесь у нас все гуд. И здесь у нас тоже все гуд. Вот. У нас с вами остается 1900 симулионов. Я вот думаю, что бы нам с вами еще разместить. Можно, конечно, здесь в центре что-нибудь поставить. Я вот думаю. Либо еще полочки. Кстати, давайте, наверное, еще два светильника. Пускай у нас будет один здесь. А второй вот здесь. Это у нас как-то, ну, темновато, согласитесь. Причем этот я хочу вот здесь. Этот вот здесь. Все. Прекрасно. И тогда нам нужно будет, кстати, пригласить Гарри, чтобы он сделал еще какую-то мебель. Потому что можно, конечно, полки поставить. Но мне кажется, они будут тут немножечко лишними. Что у нас, кстати, есть еще? А куда у нас шторы пропали? Шторы, шторы. Эту штору можно продать. У нас с вами есть вот этот холодильник. Давайте мы, наверное, его все-таки выставим на продажу. Ну, зачем нам этот холодильник? Хотя, подождите. Давайте вот этот выставим на продажу. А вот этот будет в нашей пекарне. Мне кажется, это лучший вариант. Значит, здесь у нас выставлен холодильник. Здесь у нас будет вот этот стоять. Все. Перфект. Стой, пожалуйста, здесь. Больше я пока что ничего продавать не хочу. Хотя, подождите. Давайте продадим вот эту душевую кабину. А, она тоже не нужна. У нас с вами теперь другие душевые кабины. Только вот куда тебя? Вот здесь? Ну, ладно. Стой здесь. Хотя, подожди. Давай мы, может быть, вот сюда вот эту полочку. А здесь у нас будет душевая кабина на продажу. Все. Выставили. Что у нас есть еще? У нас есть вот это ведро. Но пускай оно будет у нас. У нас есть, кстати, картонный танцпол. У нас с вами есть еще столик для поделок. Давайте тоже выставим эти столики. Значит, раз столик. Два столик. И их тоже выставляем на продажу. Слушайте, мне нравится, как выглядит наше заведение. Прям очень нравится. На продажу. На продажу. И тебя мы тоже выставляем на... Подожди, можно же тебя выставить на продажу? Да. На продажу. Прекрасно. Настроение у нее уже такое. Видите, она не очень любит общаться с большим количеством персонажей. Давайте, может быть, мы трошки с Майрой поговорим. Обсудим технику. Сколько? 4 400, ребята! Нам срочно нужно заработать деньги. Ты пошла спать? Ладно. Иди немножечко поспи. Кстати, гитару надо забрать, а то у нас ее отберут. И затем мы, наверное, попросим Лили еще немножко повыступать. Смотрите, как у нас уже тут уютно. Вау, мне нравится. Мне нравится. Мы затем еще трошки расширимся. И у нас здесь будет, мне кажется, побольше места. Я бы добавила еще, может быть, столик. А у вас тут свое общение. Извините, пожалуйста. Значит, у нас кто-то что-то, по-моему, хочет купить, да? Нет? Да! Да-да-да, друзья мои. У нас хотят купить. У нас что-то хотят купить. Подожди, подожди, подожди. А кто у нас что хочет купить? Ну, давай посмотрим. А ну, давай глянем. О, ребята, да ладно. Сразу же? Сразу же у нас хотят купить вот этот столик? Слушайте, мы с вами только его выставили на продажу. И у нас уже готовы его покупать. Купи, пожалуйста. Душевую кабину, мне деньги нужны. Пожалуйста. Я тебя очень прошу. Смотри, какая душевая кабина. Давай мы тебя поприветствуем. Ты скажешь, вау, душевая кабина действительно очень крутая. А ну-ка, 600. Ну, тоже неплохо. Но хотелось бы, конечно, побольше заработать. Давай мы уберем эту табличку. И все-таки попросим возобновить дюжину оранжевых роз. Потому что цветочки нам, в принципе, тоже приносят достаточно много денег. Вы не поверите, но за полтора дня наши ребята заработали почти 15 тысяч символионов. 15 тысяч символионов, Карл. Понятное дело, что что-то мы с вами потратили на ремонт магазина. Но большую часть мы с вами потратим на ремонт нашего дома. Может быть, покрытие пола поменяем. Может, покрытие стен. Может быть, купим какую-то новую мебель. И, кстати, вместе с Дженнифер к нам в гости приехал Имран. Я думаю, что наши девочки... О, так я смотрю, что Палумна уже идет поздороваться. Пускай она сейчас немножко поболтает с Имраном. А вот наша Дженнифер, она очень сильно устала и очень сильно хочет в туалет. Она даже в туалет не успевала сходить, потому что у нас вдруг все решили купить. Абсолютно все. У нас купили холодильник, душевую кабину. У нас купили все букеты, все, что можно было. Давайте посмотрим, как дела у Лили. Пускай Лили сейчас пойдет прими душ, и я думаю, что она тоже с удовольствием выйдет немножко поболтать с Имраном. Так, все. Заканчиваем разговоры. Заканчиваем разговоры, отправляемся в туалет. А как дела у Гарри? А Гарри отправился отдыхать. Ну, прекрасно. Нет, уж, пожалуйста, только не здесь. Кстати, давайте все-таки выбросим. Мне нравится у нас пункт. Играть. Не надо играть с мусором. Его нужно выбросить. А как дела у заплатки? А заплатка вернулся на место. Нужно будет, кстати, подойти к заплатке и еще потом немножечко с ним поговорить. Мне кажется, или заплатка пытается прогнать вот этих вот всех ворон. Кстати, нам нужно еще корм рассыпать. Давайте попросим Гарри, чтобы он рассыпал корм, потому что у нас курочек много. А корма, как вы видите, не так уж много. И, кстати, нужно будет пособирать вот эти грибочки. Да, они стоят не так уж дорого, но пусть будут. И нам желательно еще и хлев почистить. Видите, у нас куча дел. И так как у Гарри более-менее нормально все по показателям, то я думаю, что он нам сейчас поможет. Дженнифер, мы будем отправлять отдыхать. Пожалуйста, ложись спать. Как дела у Лили? Лили наконец-то смогла принять ванну. Палумна же решила пойти, видимо, протереть вот эти вот панели, потому что, как вы понимаете, нам все-таки нужно электричество. У нас дом большой. И, кстати, то, что я вам и говорила, давайте, наверное, купим, поднимаемся с вами наверх, на крышу. Давайте купим несколько вот этих вот солнечных панелей. Здесь у нас будет одна солнечная панель. И давайте еще деньги переведем в нашу семью. Вот, ребят, 9600! У нас сейчас есть 9600! Давайте 5000 переведем, потому что что-то, может быть, мы потратим на наш дом. А что-то все-таки, может быть, ну, может быть, тысячу или две еще потратим на наш магазин. Я предлагаю разместить, может быть, вот здесь давайте вот эти вот ветротурбины. Одну, давай трошки ниже вторую, главное, чтобы все было ровно. И здесь у нас будет третья. Я надеюсь, что пока что нам вот этого всего хватит. По-моему, я криво, да? Ага, трошки криво. Давай вот сюда. Эй, куда мы уехали? Вот здесь. Ну, вот сейчас вроде бы не криво. Я надеюсь, что на первое время нам с вами хватит этих запасов энергии, а затем, понятное дело, что мы с вами что-нибудь еще докупим. Мне ребята в комментариях писали, что, может быть, пора подключить электричество. Но, знаете, так мне кажется интереснее, когда нам нужно следить и за приборами, и за тем, как тут все работает, и чинить все. Поэтому я думаю, что мы с вами пока что ничего... Подожди, подожди, подожди. Давай мы сейчас немножко поговорим с Эмраном. В общем, я думаю, что гораздо интереснее, когда у нас есть вот такие вот испытания. А где наш Алекс? Давайте мы, наверное, попросим его сходить в туалет. И затем хотелось бы, конечно, с нашими питомцами тоже сейчас провести время. Потому что, как вы знаете, Палумна планирует не только ходить на различные ярмарки, но еще она планирует заниматься нашими собачками. Мне кажется, будет очень даже здорово. Аттрактивнес. Так, ребят, оказывается, Лили все-таки нравится Эмран. Вы представляете, как у нас интересно все складывается? Оказывается, ей нравится Эмран. И мне кажется, что ей стоит как-нибудь его куда-то пригласить. Согласитесь, получится очень даже интересно. Ну что, ребят, в этой серии наша Лили решила научиться играть на гитаре. Как вы видите, получается у нее очень даже неплохо. Она даже успела дать маленький первый концерт их заведении. Также мы с вами сделали ремонт в нашем магазинчике и заработали очень много денег. Что будет дальше, узнаем уже в следующей серии. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока.